Это место для настоящих мужчин. Правда, им пока по 8-10 лет. Юные автослесари помогают тренеру ремонтировать двигатель. Я начал сюда ходить, потому что мне сказал папа, что существует такое занятие. И меня поинтересовало именно название. И я с радостью записался. Я пришел до начала, и у меня не было друзей, мне было скучно. Но потом я познакомился. И я научился чинить, кататься. И мне понравилось ходить, и я собираюсь ходить уже до конца своих дней. Я хожу недолго, где-то 2-3 месяца, где-то так. И люблю больше всего кататься. Это самое мое любимое дело – это кататься. Летом вообще полный завал. У нас мест просто нет. В зимнее время у нас все скудло. Почему? Потому что двигатели установлены на низкой посадке. В связи с снегом, таяние на двигателе, получается, корка ледяная. Двигатели начинают клинить и просто замерзать. Для зимних покатушек этих двигателей особо не предусмотрены. Та техника, что имеется, устарела, и ее на всех не хватает. На обновление картинг-парка нужны деньги. Где их взять? Вопрос решили родители. Они объединились и разработали проект «Картинг в Когалыме». Подали заявку на конкурс «Инициативное бюджетирование» и выиграли. А это значит, что скоро ребята смогут кататься на новых картах. Ориентировочная стоимость нашего проекта оценивается в 3,5 миллиона. Согласно требований программы, запланировано привлечение как собственных средств денежных, инициативной группы, так и привлечение спонсорской помощи, за которой мы уже обратились. И, в принципе, уже есть результаты. Укол Западной Сибири откликнулся на нашу просьбу. В планах у авторов проекта приобрести 10 новых машин, инструменты, гидравлический подъемник и другие нужные вещи. А чтобы привлечь еще больше средств, авторы готовят заявку на округ. Еще один проект поддержали в Лонгипасе в этом году – «Серебряный гриф». Представила его инициативная группа спортсменов, детей и их родителей. Авторы на выигранные средства приобрели семь пар штангеток. В специальной обуви при подъеме штанги вес тяжелоатлетов правильно распределяется, и нагрузка на коленный сустав уменьшается. Придумали, сначала боялись все это делать, понять не могли даже, что там, с чего начинать. Ну, спасибо людям, подсказали. Придумали проект, написали, объяснили. Администрация пошла нам навстречу. Спасибо им огромное. Выделили денег. Цена одной такой штангетки – 27 тысяч рублей. 5% от стоимости проекта – это деньги соискателей. Софинансирование – обязательное условие конкурса. Впрочем, большая часть средств, а это 95% – деньги из бюджета города. А вот уральцам, авторам проекта «От мечты до реальности. Один шаг» уже удалось реализовать свой проект. Благодаря этому в городе обустроили пешеходную зону в юго-восточном микрорайоне. Расстояние от частного сектора до центра города большое. Чтобы сократить путь, люди ходили по грязи. Кто вдоль болота, а кто прямо по автодороге. Благодаря участию в региональном конкурсе инициативных проектов, проблему удалось решить. Результатом довольны. За неимением то, что у нас здесь было – тропинки, буреломы, грязь и лужи. Конечно, очень приятно ходить по твердому покрытию. И мамочкам удобно с колясками гулять. И мы вечерами гуляем, и с собаками, и дети в школу идут. С одной стороны, наши граждане, безусловно, очень требовательны, и это правильно. С другой стороны, вот их требовательность, она превращается в инициативу, благодаря которой мы можем создавать вот такие проекты. Это называется инициативное бюджетирование. Это солидарная ответственность, солидарное финансирование. Это дополнительные возможности для нас, для всех. Это далеко не все проекты инициативных людей. Такие конкурсы дают возможность посмотреть на проблемы и недостатки в городах глазами простых жителей. Самое интересное и нужное обществу реализовать вполне реально. Если простыми словами сказать, вот от вас важна идея. То есть идея, идея от инициативной группы не менее трех человек с возраста 16 лет. То есть, пожалуйста, это, пожалуйста, может быть, молодежь наша. Сейчас это, тем более, вы знаете, как бы это очень приветствуется. Если у вас есть идея, вы видите, где вы можете в бюджетном каком-то учреждении. Именно в бюджетном учреждении это важно, потому что деньги не даются физическому лицу. С этого года заявки можно подавать в любое время. Сроки приема не ограничены. Городские депутаты проводят опрос среди населения. Если люди не одобрят проект, он сразу выбывает из числа претендентов. И только после инициативу выносят на рассмотрение. Далее пакет документов отправляется на региональный конкурс, а там уж как повезет. В одном только Когалыми за пять лет реализовано 28 проектов на сумму почти 50 миллионов рублей. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Наши города. 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 Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Наши города.